Уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад цитологическое и иммуно-цитохимическое исследование материала смывопрошной полости при раке желудка. Повторюсь, что в структуре онкологической смертности населения рак желудка уже долгие годы удерживает вторую лидирующую позицию. И северо-западный регион, в частности Санкт-Петербург, не исключение, почти 12% от общего числа. Все пациенты с верифицированным по данным гистологии диагнозом рак желудка проходят ряд обследований, в ходе которых их можно подразделить на несколько категорий, которые видите на слайде. Это достаточно упрощенный алгоритм клинического стадирования и тактики лечения. Я лишь остановлюсь на том, что для цитолога наибольший интерес представляет эта категория больных. Это пациенты с диагнозом клинический Т2, Т4, Н любой, М0. Ключевым здесь является отсутствие отдаленных метастазов. Именно этим пациентам показано выполнение диагностической лапароскопии. При отсутствии признаков асцита и видимого карциноматоза брюшины данным пациентам показано выполнение смыва брюшной полости. Если опухолевые клетки не будут обнаружены, такие пациенты подлежат оперативному лечению. Но если опухолевые клетки будут найдены, пациенты направляются на три курса полихимиотерапии с дальнейшим оперативным лечением. Остановлюсь на том, что в данном случае заключение цитолога крайне важно для судьбы пациента. Пару слов о преимуществе комбинированного подхода в лечении пациента с положительной цитологией, когда комбинируется химиотерапия и оперативное лечение по сравнению только с хирургией. В рандомизированных европейских исследованиях было показано увеличение количества пациентов с 5-летней выживаемостью с 23 до 36%, увеличение средней выживаемости с 19 месяцев до 38%, в 2 раза увеличение безрецидивной выживаемости, увеличение R0 резекций. В нашем исследовании с конца 2014 года до настоящего времени было отобрано 63 пациента с диагнозом рак желудка. Всем им проводилась диагностическая лапароскопия. Это были 16 женщин и 47 мужчин. Средний возраст составил 61 год. Стадии этих пациентов по классификации ТНМ вы можете видеть на экране. В основном представлены Т3 и Т4 категориями. Всем этим пациентам проводились смывы в ручной полости с помощью введения подогретого до 37 градусов физиологического раствора в объеме 400 мл. С последующим забором около 100 мл жидкости и добавлением 5000 единиц гепарина для предотвращения свертывания материала. В течение двух часов материал доставлялся в цитологическую лабораторию. Из осадка материала выполняли в каждом случае 4 традиционных мазка и 4 цитоспиновых препарата с помощью цитоцентрифуги цитоспин-4. Мазки фиксировали и окрашивали гемотоксилиноазином. В некоторых случаях производили доокрашивание альциановым синим на муцин. Если цитолог обнаруживал подозрительные на опухолевые клетки, либо опухолевые клетки, изготовляли дополнительные цитоспиновые препараты и использовали их для иммуноцитохимических реакций. В качестве системы детекции использовали систему «Новолинк Полимер Детекшн» фирмы Лейка. В каждом случае в качестве моноклональных антител использовали мышиный антителак, калоретинино, к капиталиальному антигену клонбер ЕП-4 и к раковоэмбриональному антигену. Из 63 пациентов у 10-х мы обнаружили опухолевые клетки, что составило почти 16%. Стадии этих пациентов вы можете видеть на экране. Хочу немного остановиться на особенностях материала смыла в брюшной полости. Что отличает их? Первое – это малоклеточность. Цитологу для того, чтобы увидеть опухолевые клетки в данном материале, нужно быть предельно внимательным. Их концентрация очень мала. Также, что мы можем увидеть в этих мазках? Существует так называемые 4 популяции клеток. Это элементы крови, клетки макрофагально-гистеоцитарного ряда, мезотелиальные клетки и, возможно, метастатические злокачественные эпителиальные клетки. Напомню, что клетки мезотелия очень остро реагируют на изменения внутренней среды организма, даже при отсутствии непосредственно опухолевых клеток в сирозной полости. Эти изменения проявляются в виде повышенной пролиферации и, возможно, даже деструкции повышенной этих клеток. То же самое касается клеток макрофагально-гистеоцитарного ряда. Все эти изменения могут быть восприняты цитологом как злокачественность. Об этом нужно помнить. В то же самое время злокачественные клетки, попадая в несвойственную для них среду, могут видоизменяться, мигрируя под реактивные изменения нормальных клеток сирозных полостей. Позвольте продемонстрировать вам несколько клинических случаев. Первый – это больной 67 лет диагнозом рак желудка клинический Т3Н1М0. По данным гистологии аденокарцинома, мы видим на фоне элементов крови мезотериальных клеток комплекс атипичных клеток с признаками структурной клеточной атипии гиперхромными ядрами. При доокрашивании альциановым синим видим положительную реакцию в некоторых клетках. Также в данном случае были положительны при иммуно-эстохимическом исследовании эти клетки на эпителиальный антиген, цитоплазматическое и мембранное окрашивание, и раково-эмбриональный антиген, цитоплазматическое окрашивание. Следующий случай – больной 52 лет, рак желудка клинический Т3Н1М0. По данным гистологии аденокарцинома. Мы видим на фоне мезотериальных клеток довольно крупную группу атипичных клеток с укропленным ядром, гиперхромией. При доокрашивании альциановым синим видим положительную реакцию в отдельных клетках. Также была отмечена положительная реакция на эпителиальный антиген в ДРИП-4 и раково-эмбриональный. Следующий пациент – 45 лет, клинический диагноз Т4Н1М0 по данным гистологии аденокарцинома. Что интересно, в данном случае таких атипичных комплексов было крайне мало, то есть они присутствовали только на одном стекле. Поэтому нам пришлось выполнить иммуноцидохимическое исследование на уже окрашенном препарате. И вот что получилось. Мы видим, что именно те же самые комплексы и дали положительное окрашивание. Следующий случай – больной 78 лет, клинический, рак желудка Т3Н1М0. По данным гистологии низкодифференцированная аденокарцинома. Группа значительно укропленных клеток с эксцентрично расположенным ядром, гиперхромным. И отмечена положительная реакция на раково-эмбриональный антиген. Следующий интересный случай – больная 59 лет, клинический рак желудка Т3Н1М0. По данным кистологии перстневидно-клеточный рак. Это же строение мы можем видеть и в цитологическом мазке. На фоне элементов крови и мезотелия, вот такая группа также атипичных клеток, они имеют так называемую пузырьковидность, форму перстня. Была отмечена положительная реакция на раково-эмбриональный антиген и эпителиальный антиген. И заключительный случай, который я хочу вам продемонстрировать, больной 42 лет, клинический рак желудка Т4Н1М0, по данным гистологии слизистый рак с элементами табулярной карцинома. Слизеобразование мы также можем видеть на цитологическом препарате. Что интересно, на большом увеличении клетки выглядели таким образом. Их легко можно спутать с макрофагами или подумать, что это просто дегенерация мезотелия. Однако при проведении иммуно-эптохимической реакции клетки дали положительное окрашивание на раково-эмбриональный антиген. Таким образом, цитологический метод исследования смыва брюшной полости играет важную роль в стадировании и тактике лечения больных раком желудка. Метод иммуно-эптохимии позволяет разрешить сомнения в случае дифференциальной диагностики реактивно измененных и злокачественных клеток, обеспечивая объективность и точность парфологического диагноза. Спасибо за внимание.